МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ядрин. Небольшой город на северо-западе Чувашии. Граничит с Горьковской областью. В этом выпуске мы поделимся своими впечатлениями, как проходит перестройка на среднем, районном уровне. В прошлом году ядринские аграрники решили полностью отказаться от услуг РАПО, которая содержалась за счет колхозов и обходилась им как минимум в 200 тысяч рублей в год. Так, ну, как сказать? Я, хотя предварительно еще выводы делать чуть рановато, смотрю на это дело весьма оптимистично. Чтобы понять, почему, надо немного назад повернуться. Дело в том, что Чувашия производит на 100 гектарах мясо почти больше всех, не черноземья. Почти, кажется, Ленинградской области и Московской области. А потребляет мясо, в 64-м кажется, вот потребление мяса, самая низкая, вот такая несправедливость. И шла так ситуация в районе, что председатели постепенно у нас намерение росло руководителей хозяйств, чтобы, в общем, вообще без рапа, обойтись. Мы собираемся, председатель решаем, один человек, только освобожденный, вот. Больше-то нет никого. И все. А там было, затрат раньше было около 200 тысяч, сейчас оплата одному человеку фактически. Так только, видимо. Я хотя вовсе не вникал. Вот недавно собирались, я из Москвы приехал, это дня 4 назад, до полдесятого, с 5 до полдесятого просматривали все проблемы, аграрные проблемы района. Вот. Самым демократичным образом. Конечно, районы руководства присутствуют, скажем, свое мнение высказывают, убеждают, но никакого, как прежде, через давление, как было обычно, через, значит, как партийных органов, через бюро районных комитетов, партий и прочее, сейчас этого нет. Это уже огромный плюс в нашей работе районного звена по управлению сельскохозяйственным производством. Я считаю, тут наши районы руководства, в первую очередь, это Леонид Сафронов, вот, сами лично пример показывает, как надо проводить перестройку районным звеням. Но мы, упраздняя аппарат, вот этот наемный, будем говорить, который содержался на средствах колхозов-совхозов, мы ни в коей мере не снимаем ответственности с партийных советских органов. Хотим дать полную власть нашим советам народных депутатов. Конечно, если немного сократим партийный аппарат, не немного, а значительно сократить надо. Без такого сокращения, количественного аппарата освобожденного партийного аппарата, ну, невозможно избежать подмены советских и хозяйственных органов на местах. Ну, вот это дает нам возможность, чтобы колхозы-совхозы, руководители их, сами планировали свою деятельность, планировали, куда реализовать свою продукцию, а когда они чувствуют свою, значит, сопричастность к этому делу, они чувствуются, чувство хозяина появляется у нас, руководителей, и становится хозяином положения. Прошел год, и все вернулось на круги своя. Административная система просто так не сдается. И на месте бывшего РАПО появились люди из Министерства заготовок. Остались опять, мы вернулись к старым. И вот работал в сельском хозяйстве в 67-м году, работаю. А был я в 76-м, 79-м годах начальником управления сельского хозяйства соседнего Маргаусского райисполкома. Опять к этим формам вернулись. Опять форма, понимают ли, вот это распределительные функции, выполняющие органы образовали. Я считаю, он не нужен был. Не нужен был. Если передать материальные ресурсы для стимулирования колхоз-совхозов за сдачу продукции государству. Наша задача назначения накормить людей. Прежде всего, естественное, приоритетное направление сделать сельское хозяйство. Я еще и скажу, программа возрождения сел должна быть. Должна быть программа такова, чтобы сохранить людей в сельской местности. Против крупных городов я выступаю. Нам, предстоящие пятилетки, две, надо заниматься размещением производительности сельской местности. Короче говоря, строить мини-заводы, мини-фабрик или дочерние заводы. От крупных промышленных предприятий в сельской местности на 200-300 человек, до 500 человек, я считаю, можно допускать, на 2-3 колхоза крупные заводы. Заводы приближать к месту жительства сельского населения, а не людей возить на заводы в крупные города. И вот решили на границе трех колхозов Ленинска из-за заведения Тимрязева. Существующий знакомый саун нам давал убытки. Прожил мясо пять раз в месяц, чем по проекту. Мы его практически закрыли и продали заводу-двигатель революции города Горького. Почему им? Сначала был вариант продать заводу промо-прибора из Чебокса, но они посмотрели, денег нет. Мы два условия поставили. Первый – выкупить полную стоимость, полную стоимость восстановить колхоза. Это собственность колхоза. Горьковские товарищи нам сразу в течение двух месяцев эти деньги, пятьсот шестьдесят тысяч, вернули. Колхоз сразу заимел деньги на счету своем. Второй момент. Сказали, чтобы завод не строил ни один дом, ни одну квартиру на своем балансе. А деньги, средства, которые затрачены на связи с Горьком, например, на связи с жилья, как таковы, отдать руки рабочим на связи с собственных инвизиальных домов. Таким образом, закрепить крестьянина, значит, один из них из семьи работ на заводе, другой в колхозе, сделать полнейшую интеграцию промышленных предприятий с сельским хозяйством. И сегодня, на этот год, руководство завода 80 тысяч рублей выделывают, и каждая семья получает по пять тысяч, таким образом, 16 семей, 16 парней или девчат могут сегодня начать строительство собственных домов. Итак, продали убыточный свинокомплекс, поставили филиал завода. Программа сдачи мяса государству, кстати, осталась прежней, никто ее не отменял. И она выполняется в срок. Володю Моисееву не знаешь, как теперь называть. Социальное происхождение из крестьян, социальное положение рабочих. Ядринский вариант решения проблемы уходящих деревень. Возвращение наших долгов в селу. Вот летом наша трагедия. Трагедия сегодняшнего дня. Мы живем бедно от изобилия больших просторов земельных. Новая экономическая революция началась сверху. Насколько успешно она пойдет, зависит сейчас именно от среднего, районного звена. От этих небольших городков, живущих, казалось бы, своей неспешной повседневностью. И все-таки похоже, что Ядринский орешек не по зубам административно-командной системы. КОНЕЦ КОНЕЦ